смотрю в окошко у нас тут люди с парашютом прыгают это уже четвертый по-моему или пятый приземляется на поле прилетел вертолет видимо забрал этих товарищей с парашютами раз так то наверное будут еще прыгать потому что домой бы они наверное на машине уехали не на вертолете мы сегодня с ксюшей готовим вафли несколько видов сделали сладкие уже большую часть скушали с шоколадной пастой 2 партия у нас не сладкая с кабачком и сыром еще не пробовали вот первые пару штучек готовы сейчас будем кушать и 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 На ужин у нас сегодня каштаны. Только достала из духовки ещё шкварчат. Разрезаю их накрест и запекаю в духовке. Вообще их можно жарить на костре. Обычно здесь жарят в специальных сковородках с дырками и прямо на костре жарят. Мы запекаем в духовке. Каштаном нарезка мясная колбаска одна и другая. Запеканка куриная с кабачком. Примерно на одну часть куриного фарша половину кабачка добавляю. И запекаю. Плюс там соль, перец и лук. Салат руккола, помидорка, лук. Заправляю уксусом бальзамическим и оливковым маслом хлебушек. И по наше откроем баночку. И на десерт потом к чаю у нас есть булочки. Синабоны. Сегодня испекла Ксюша. Я не умею такую выпечку сдобную дрожжевую делать. Она вот печёт уже не первый раз. Очень-очень у неё получается вкусно. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Большое, хорошо. Но, слушай, я хочу информировать. И также спросить, скажем, что всё равно информировать. Я сегодня утром ездила к Коучу в Риоцино. И мы договорились с семейством, что они приедут на машине в Лидл. И мы вместе пойдём закупки делать. Уже у нас пустой холодильник. Вот они уже меня ждут. Чао. Что нам нужно? Тачка? Запиши видео, как вот такую бутылку можно выбросить. Там внутри магазина можно вот такую бутылку выбросить. Хорошо. Что нам надо взять? Тачку, да? Да. Давайте. Сразу возле входа в Лидл каштаны по 89 копеек килограмм. Есть мандарины по 1.69. Возьмём, наверное, парочку. Можно выбрасывать вот такие вот коробочки пластика. И также можно от молока. Вот видишь молоко, которое ты сюда добавляешь? Молоко. Вообще у нас есть дома вот такая вот мыло жидкое. Жидкое мыло тоже подходит к вам. Прямо в магазине принимают. Они должны принимать, потому что они продают товар в этой упаковке. Денег за это не дают. Вот как в некоторых других странах Германии, например. Там сдаёшь бутылки, тебе дают какие-то ещё за них копеечки. Здесь бесплатно принимают. Купили морковку, сыр, раклет, бананы, мандарины, йогурт, овсянка. Картошка, яблоки, мясо, рыба, хлеб. Такая большая котлета, рублета мясной. Мола жидкая. Яйца, орехи, виноград, авокадо и печенье. Хочу провести эксперимент. Собрала немножко маслят и орешки. Собираю вот под деревом орешковым. Тут много старых. Старые не беру. А такие, которые сухие, видно, что упали недавно. Свеженькие. Окей, собираю. И увидела гриб, как я его разглядела. Он похож на орехи и размером он с орех примерно. Но мне кажется, что это беленький. Может, ошибаюсь, конечно, ещё пока сильно маленький. Но хочу провести эксперимент. Запоминаю, где его нашла. Вот возле дерева слева. Такой столбик красный. Приду завтра, посмотрю, насколько он вырастет. И не съест ли его кто-нибудь до меня. Ну что, я на следующий день приехала гриб свой проверить. Думала, он тут ух. А его уже скушали, не дождавшись, пока он вырастет. По-моему, это все-таки под березовик сейчас обрежу. Вот предыдущее видео я снимала, какой он был. И с тех пор прошло 18 часов примерно. То есть даже меньше суток. И вот, что выросло за это время. Да, это под березовик. А вот нашла два дождевика. Где-то читала, что они даже условно съедобными считаются. У бабушки в Беларуси такие, прям на улице по дороге росли. Они, когда высыхают, становятся сухие. И на них ногой наступаешь, и вылетает облачко пыли. Ядовитые. Такие красивые. Любуюсь ими всегда. Такая здоровенная. Сантиметров 25, наверное, поганочка. И вот молодая подрастает. Ну, красивая же. А здесь полянка с маслятками. Вот один. Вот один. И вот тут еще вижу парочку. Вот один. И вот один. Набрала немножко совсем грибочков. Сварю, наверное, сегодня суп. Сыроежки. Сверху и внизу. Маслята еще на дне. Орешки. Поеду сейчас еще на одну полянку. Проверю там. Там обычно подберезовики. И один раз уже в этом сезоне грузь был. На подберезовой полянке нету нифига, к сожалению. Но я все равно буду каждый день приходить проверять. Потому что скоро, 1 октября, и с 1 по 10 число нельзя будет собирать грибы. Каштаны. Каштаны вот уже готовы. Руками будет больно. Сейчас. Вообще надо ногами в ботинках ходить за каштанами. Ногами вот таких раз. И достаешь. Сейчас попробуем. Готово. Это именно каштан благородный. Видите, чем он отличается? Вот этой вот верхней шкуркой. Конский каштан. Он с такими мелкими иголками. Вернее, не мелкими, а редкими. А этот как морской еж выглядит. Выглядываю опята, но пока нет. В прошлом году вот на этом дереве, не знаю, ведро, наверное, можно было собрать этих опят. Но с опятами у меня получилось в прошлом году так. С 1 по 10 октября их нельзя было собирать. 11 я пришла, а они уже все в основном переростки. Я думала, что сейчас эти сойдут еще какие-то, вырастут, как вот обычно маслята. Они же нарастают потихоньку. А оказалось, что нет. Они как-то одним махом все выросли. И все. Первый раз в Швейцарии нашла мухомор. Посмотрите, какой красивый. А вот этот вообще. А вот там еще один. Видно, не видно? Да, вот он под листиком. Красивые они все-таки какие-то эти грибы. Ядовитые. Хочется их потрогать. Утку. Крепенький. Шляпка коричневая, а не красная. Ну, явно, что мухомор. Осенью после дождя очень много вот таких ярких слизняков. Я их что-то немножко, не то что боюсь, но как-то, когда вижу, хочется визжать. Как будто от паука. Он такой мягенький. Казалось, у него тут панцирь. Мягкий. Но я только сейчас поняла, что, оказывается, вот этот товарищ жрет грибы мои. Вот, пожалуйста. Грусь. Все. Съеденный. Еще один. То же самое. Не зря он мне не нравился. Слизняк. А, нет, этот еще ничего. Но этот уже явно погрызанный. На, кушай. Доедай уже. Чищу грибы. Вот это маслята и подберезовик маленький. Это сыроежки. Сейчас еще почищу, но еще хочу проконтролировать со своими друзьями-грибниками, точно ли это сыроежки. Это грусть. Его надо почистить сначала щеточкой. И приготовлю грибной супчик. А Ксения готовит вафли. Вот такие красивые. С сыром и кабачок мы туда добавили. Этот она уже. Вот. Партия выпекается. Этот она уже добавила авокадо. Рыбку. Яйцо еще надо будет приготовить. И будем с ней завтракать. Вот такая красота и вкуснота у нас получилась. Вот такая красота и вкуснота у нас получилась.